Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканал Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Точка кипения – педагогической мысли. Троих ульяновцев поймали с поличным за незаконной добычей песка. Дети – голос Симбирска. 120 ребят спели на галоконцерте. Каждый житель Ульяновской области сможет посетить 60 музеевых экспозиций бесплатно. Представители предметных ассоциаций подвели итоги работы за год и озвучили направление развития деятельности организаций по федеральному проекту «Учитель будущего» в рамках нацпроекта образования. Для выработки единой стратегии пока, пожалуй, не хватает только одного – объединения предметных ассоциаций в единую педагогическую. Подробности у Павла Полового. Около полутора сотен лучших педагогов Ульяновской области собрались в пространстве коллективной работы «Точка кипения», чтобы подвести итоги прошлого учебного года и наметить векторы развития в будущем. Сегодня очень знаменательный день в жизни педагогического сообщества нашего региона. Мы проводим вторую ассамблею ассоциаций. И сразу хочется сказать, что эта тема взята не случайно, и мероприятие это уже становится традиционным, потому что сейчас в национальном проекте образования особая роль отводится педагогическим сообществам. У нас вот они представлены 14-ю предметными ассоциациями. Ассоциации, куда входят учителя, это не только трансляторы педагогического опыта, но и одни из важнейших вех в повышении квалификации современного педагога. Для выработки единой стратегии пока, пожалуй, не хватает только одного – объединения предметных ассоциаций в единую педагогическую. И этот вопрос уже обсуждается. И по Российской Федерации на территории Ульяновской области реализуется национальный проект образования. Вообще это комплексный проект, в котором сосредоточены основные семь направлений. Все семь направлений реализуются на территории Ульяновской области. В связи с тем, что это комплексный проект, то здесь есть и стройки, и создание определенных новых институций, которые не было до этого на территории не только Ульяновской области, но и в целом Российской Федерации. Это обновление материально-технической базы. Одним словом, это целостная перезагрузка всей системы образования страны. Новые институции, такие как Ассоциации предметников, по мнению педагогов, улучшают качество работы и одновременно упрощают жизнь. Ассоциации учителей, не только географии, но и других предметов объединяют учителей Ульяновской области. А это значит сотрудничество, это значит взаимопомощь, взаимоподдержка. И это дает возможность учителям быть в курсе последних новостей. За два года существования нам удалось выстроить такой диалог между государственным, частным сектором и учительским сообществом, для того, чтобы дать возможность учителям быть в курсе всех новинок, трендов в сфере англоязычного образования в России. Выстраивание диалога как внутри учительского сообщества, так и вне его основная задача Ассоциации. Задача власти – обеспечить законодательное поле под те нововведения, в которых нуждается современный педагог. Национальный проект образования, по мнению президента России Путина, один из важнейших, проводимых в стране. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Трое ульяновцев незаконно добывали песок из карьеры близ поселка Плодово из железнодорожного района Ульяновска. Мужчины экскаватором грузили песок в КАМАЗ, после чего ввозили добытые и использовали по личному усмотрению. Подозреваемых с поличным сдержали сотрудники Службы экономической безопасности и противодействия коррупции. В настоящее время, по данному факту, органами предварительного следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначены соответствующие экспертизы. Более ста семей ульяновской области воспользовались услугами социальной няни. Проект, направленный на помощь родителям в уходе с детьми в возрасте от года до трех лет, разработан по поручению губернатора Сергея Морозова. Он начал действовать в регионе с 2018 года и на тот момент лишь пять социальных работников стали нянями. На сегодняшний день их количество выросло до 55, и они работают в Ульяновске, Димитровграде, Ново-Ульяновске, а также в Ульяновском и Цельнинском районах. Кстати, для того, чтобы стать социальной няней, необходимо пройти специальный курс обучения, который составляет 144 академических часа. Опытные педагоги учат всем необходимым навыкам по кратковременному присмотру и уходу с детьми раннего возраста. В этом году специалисты проекта «Социальные няни» по федеральной программе прошли дополнительное обучение. В настоящее время на федеральном уровне идет разработка нового курса повышения квалификации. Ульяновские ребята выступили на галоконцерте во Дворце творчества. Кто организовал мероприятие, а о чем пели дети? Конкурс «Дети Голосимбирска» проводится уже третий год. Организовала его некоммерческая организация Ассамблеи народов России. Подробности в материале Виктории Черковой. Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся галоконцерт, венчающий музыкальный конкурс «Дети Голосимбирска». Сегодня 120 ребят исполнили народные песни и колыбельные. Организатор Тамара Кулябина присмотрелась ко всем участникам. Некоторых из них она планирует прославить на всю страну. Три исполнителя конкурса «Дети Голосимбирска» прошли и будут участвовать в конкурсе. На сцену Дворца попасть было непросто. Ребята проходили двухдневный конкурсный отбор. Дети от 3 до 14 лет демонстрировали артистизм и музыкальность. Сегодня своих воспитанников пришли поддержать воспитатели и педагоги. Сегодня мы уже с ансамблем выступаем. С ансамблем выступили и нам даже вроде как дадут какой-то приз. Все дети в радостном предвкушении. Квартет малышей из садика номер 157 исполнил песню специально для зрителей Уллправды ТВ. Пятилетние звезды признались, выступать на публике они совсем не боятся. Я в ответ шепчу природе, Русь моя, люблю тебя. Русь моя весенняя, Русь моя, люблю тебя. Конкурс «Дети Голосимбирска» проводится уже третий год. Организовала его некоммерческая организация Ассамблеи народов России. В этом году активисты Ассамблеи получили грантовую поддержку от губернатора Сергея Морозова. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. С 15 октября стартует проект «Музейная неделя» в Ульяновской области. На каждый день акции предусмотрят свободный доступ в одно учреждение культуры. Музеи региона будут работать бесплатно со вторника по субботу. В рамках программы жители и гости региона смогут посетить областные, государственные музеи и их филиалы, а также муниципальные, ведомственные и поселенческие музеи. В первую неделю акции можно ознакомиться с экспозициями пяти музеев. Ульяновский областной кривический музей, Димитровградский кривический музей, музей Пластова, Ундоровский палеонтологический музей и Ленинский мемориал. Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуется предварительная запись или какие-либо документы. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Музеи и выставочные залы будут работать по обычному графику. Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» приглашает поклонников музыки в Большой зал Ленинского мемориала на открытие концертного сезона. За дирижерским пультом художественный руководитель оркестра и дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Ферулев. 13 октября Ульяновский государственный оркестр «Держава» открывает новый концертный сезон программы «Вояж дружбы». Оркестра продемонстрирует самые разные грани своих возможностей, исполнив фрагменты из классических опер Джузеппе Верди, музыку Иоганна Сабрамса, Михаила Глинки, Александра Глазунова. По втором отделении прозвучат любимые баллады Джо Дассена, Муслима Магомаева, Шарля Азнавура и Фрэнка Синатры. В этой программе принимает участие один из самых востребованных, известных, популярных и любимых певцов – Рамил Аймеддинов. Он победитель многих самых престижных международных конкурсов, эстрадной песни, в том числе и телевизионных. Его прекрасно знают не только во всех регионах России, но и в Средиземноморских странах, в странах Карибского бассейна, и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде. Как отметила директор оркестра, в руководстве произошли крупные изменения. Уходит на заслуженный отдых создатель оркестра, заслуженный артист Российской Федерации Николай Булатов и дирижер Валерий Уткин. За дирижерским пультом выступит новый художественный руководитель оркестра. Отправился к себе на родину Валерий Уткин, который долгие годы возглавлял наш оркестр в качестве главного дирижера и художественного руководителя. А ныне он работает в Челябинской филармонии, именно там его родина, в Челябинском симфоническом оркестре. И вот открытие концертного сезона. Этот концерт будет проводить новый художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Казанской государственной консерватории имени Жиганова Сергей Владимирович Фирулев. В концерте также примут участие и лауреаты международного конкурса, солисты Ленинского мемориала Елена Рождественская и Алимира Сидорова. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Весь октябрь наши в городе. Футбольная команда «Волга» принимает новотроицкую «Носту». 13 октября в воскресенье в 14.00 на стадионе «Труд». Приходи на футбол, поддержи главную футбольную команду нашего города и стань участником мега-розыгрыша призов. Подробности на официальном сайте и в социальных сетях футбольного клуба «Волга». Вход для детей до 12 лет и пенсионеров бесплатный. Согласно прогнозу синоптиков, 12 октября в регионе удержится прохладная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 12 градусов по Цельсию. Ветер западный 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров, представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова